Буй – город железнодорожников. Развитие железной дороги в начале прошлого века дало мощный толчок к развитию и самого города. Стали развиваться не только сами предприятия, но и учебные заведения, которые готовили специалистов для работы в железнодорожной отрасли. Одним из таких учреждений среднего профессионального образования в нашем городе является Буйский техникум железнодорожного транспорта, называвшийся до недавнего времени профессиональным училищем номер 8. Здесь на днях свежеиспеченным выпускникам были вручены дипломы о получении профессии. Дипломы получили 68 выпускников трех отделений, обучавшихся на машинистов локомотива, проводников на железнодорожном транспорте и билетных кассиров и мастеров по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. В этом выпуске в основном ребята, обучавшиеся здесь после окончания девяти классов. Преподаватели техникума отметили, что курс собрался очень дружный и сильный. За время учебы отчисленных были единицы. Закончили почти в том же составе, что и поступили. Директор техникума Татьяна Чупрова, поздравляя выпускников с окончанием, с трудом сдерживала слезы. За время учебы преподаватели очень привыкают к студентам. В напутственных речах звучат только самые добрые слова. Будете лучшими на железной дороге и мы с вами будем встречаться и улыбаться друг другу. Еще раз поздравляю вас всех и как бы вот та грань переживаний, ну вот от чистого сердца. Передайте слова благодарности вашим родителям. Особенно тяжело расставаться мастерам производственного обучения, кураторам групп. В этом потоке ими были Ирина Александровна Янина и Николай Николаевич Шабалкин. У нас мастер очень замечательный человек, мы его все любим, уважаем. Это Янина Ирина Александровна. Надеюсь, что мы с ней также будем продолжать дальше общаться, поддерживать, приходить. И об остальных учителях то же самое, все всегда помогут в трудную минуту, никогда не оставят без внимания. Если что-то нужно, они обязательно подойдут и помогут. Ответственности может. В дисциплине многое научили преподаватели. Мы как бы взрослее сделали нас. Благодарны вы? Благодарны, да. По спецпредметам учителям мы очень благодарны. Так, ваш мастер, что за человек? Назовите его, кто это? Николай Николаевич Шабалкин. Ваш папа, наверное, тут местный, да? Второй папа, да. Он нас держал тут, как бы в руках, чтобы не расслаблялись. Вы благодарны? Мы ему благодарны. Мы очень сильно благодарны. Это не передать. Они дали огромный объем знаний. Очень интересно было учиться. Очень понравилось. Выпускники 2015 во время учебы прошли производственную практику на предприятиях города и области. Сдали выпускные и квалификационные экзамены. Кто-то продолжит учебу на более высокой ступени, кто-то пойдет на производство. Техникум отслеживает трудоустройство своих выпускников, помогает устраиваться на работу. А также предлагает продолжать обучение в своих стенах, но уже на других отделениях по другим специальностям. Дальше получать образование уже выше хотелось бы. Естественно, что мы отслеживаем трудоустройство наших выпускников. Кроме того, мы проводим большую работу для того, чтобы помочь им трудоустроиться. И несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, предприятия, где они проходят практику, не отказывают брать наших ребят. И даже заранее просят каких-то ребят им отправить на работу. То есть уже на сегодняшний день из машинистов 6 человек у нас уже трудоустроены. Они чуть раньше получили дипломы для того, чтобы успеть устроиться на предприятии в нашем локомотивном депо. Нет конкретного предприятия, как было раньше, например, лет 20 назад. Сейчас ребята трудоустраиваются на предприятии, где требуются водители, автомеханики. Таких предприятий много. Это и индивидуальные предприниматели, и автомобильно-транспортные предприятия, и муниципальные, и не только нашего города, района, но и всей области. Выпускниками техникум гордится, а предприятия довольны. Работодателей устраивает подготовка молодых специалистов к профессии. Приятно, когда приходят на практику. У нас девочки-проводники, где это кассир, мы у нас в практике физически три года мы с ним работали. Очень приятно, когда приходят такие студенты, которые интересуются профессией, работой интересуются. Есть в этом выпуске и буявляне, и приезжие из разных мест, как нашей области, так и из других регионов. За время учебы все они стали не просто единым коллективом, а одной крепкой, дружной студенческой семьей. Надеюсь, что будем поддерживать сейчас все отношения со своим курсом, группой. Как только сюда поступила, я сразу же, когда увидела свою группу, я поняла, что мы раздружимся, что будет весело. Проводили время тоже и на конкурсах участвовали, и так хорошо проводили время. Много очень интересного узнали, познакомились с хорошими людьми. Ну, то есть друзья появились? Конечно, без этого-то никак. Вот неохота, конечно, уходить, скучать будем. На курснице все веселые, добрые, со всеми было хорошо, все нравилось. Я не пожалела о том, что закончила это училище. Помогали друг другу, конечно, без этого-то никак не было. Где кто встает, там подтянем, надо будет, поможем, подскажем всегда. Разная практика была, ну, бывало, когда мы ездили, а бывало, когда мы с лесарями как бы работали. Ну, нормально было все. Так, ну, дает она что-то, эта практика? Ну, конечно, да, мы, ну, из теории в практику как бы. Нужно приходить, самое главное, чтобы у каждого человека, если была у него цель вот именно с этой профессией, чтобы он и шел сюда, как бы учился, не так просто пришел и просидел, а вот именно получил какие-то знания, процветать, только процветать, как бы еще лучше, чтобы было усовершенствоваться. Знаем, что нужно. Профессия очень хорошая, очень востребовательная. Очень интересная, так скажу. Так, и сам техникум, да? Да. Я бы пожелал, чтобы слушали на уроках, и все, дома можно не учить. Главное, понять с уроков, серьезно. То есть так хорошо даются материалы? Да, если учителя, ну, здесь учителя хорошо преподают, и поэтому понимали все с уроков. Вместе с дипломами юношам и девушкам за активное участие в жизни техникума были вручены грамоты и подарки. Родители самых лучших отмечены благодарственными письмами за достойное воспитание детей.